Привет, друзья! Сегодня я покажу вам смартфон, который вы вряд ли когда-либо увидите вживую. Это не просто дичь, это супер-мега-дичь, которую я нашел, ну где я еще его мог найти? Конечно, на Алиэкспресс. Когда я увидел этого монстра, мой внутренний голос мне сказал Ты должен показать это чудовище своим подписчикам. Давай, делай заказ. Но я не удержался, подчинился внутреннему голосу и сегодня мы с вами посмотрим на то, что приехало. Карабас китайцы замотали капитально, как мумию. Но, как видите, это не уберегло коробку от повреждений. Сразу видим какие-то аксессуары, которые расфасованы по отдельным коробочкам. Давайте смотреть. Но понятно, что в этой упаковке находится бампер. Да, это обычная пластиковая защита, но с такой прямоугольной форточкой в верхней части. Да и размер бампера пугающий. Ладно, смотрим дальше. Это что за хрень? Мягкий силикон. Очевидно, что это какая-то насадка на часть корпуса смартфона. Наверное, тоже для защиты или для транспортировки. Ну а тут все понятно. Защитное стекло на экран. На самой коробке видим забавное название бренда ProTruly. Да, обычный девайс таким именем не назовут. Убираем крышку и видим... Глаз. Просвятая Богородица. Черт, из-под черной картонки торчит огромный выпуклый глаз. Становится страшно. Не очкуй. Продолжай вскрытие. Вот оно, чудовище заморское спряталось под поролоном. Но его мы пока отложим в сторонку и я покажу вам комплектацию. Не ругайтесь, я постараюсь быстро. Итак, к чудовищу прилагаются вот такие наушники. Также имеется кабель USB-C. Далее блок зарядного. Вилка, конечно, китайская, но тут нам поможет переходничок. И маркировка на адаптере говорит о том, что мы имеем быструю зарядку и это хорошо. Ну и скрепочка для открытия лотка и немного бумажек с непонятными иероглифами. А теперь самое время посмотреть на смартфон. Вот он. Вы только посмотрите, какой он длиннющий за счет этой площадки сверху с огромным глазом. Но это еще не все, зацените обратную сторону. И здесь такой же здоровенный глаз циклопа. Выглядит все это действительно дико и необычно. Я же вам обещал, что мы имеем дело с мега дичью. И как видите, так оно и есть. Я не обманул. Ладно. Приступим. Ну на этом давайте заканчивать эту шуточную распаковку. И сейчас я вам расскажу о самом смартфоне. Я не стану делать классический подробный обзор со всеми тестами, потому что в этом смысла нет. И я прекрасно понимаю, что вряд ли кто-то из вас будет рассматривать данный аппарат к покупке. Хотя кто его знает. Как бы там ни было, смарт очень специфичный на редкого любителя. Называется он Протрули Д7. И первая инфа о нем просочилась в интернет еще в конце 16-го года. Но это были лишь анонсы. В 2017 он появился на свет и продавался исключительно в Китае по цене 500-600 долларов. Прошел год, китайцы забацали под него мультиязычную прошивку с Google сервисами. И вот теперь продают это чудо-юдо на Али за 160-170 долларов. Кому интересно, оставлю ссылки на продавцов под видео. Если сделать вот так и закрыть этот верхний блок, то получаем обычный 5,5-дюймовый смартфон. Классика, но вся фишка аппарата и заключается в этой верхней глазастой части. Да, эти два выпуклых огромных глаза с обеих сторон нужны для записи видео 360 градусов. Каждая из этих 13-мегапиксельных камер обладает 200-градусным углом захвата. И если в настройках камеры вы включите режим VR, то сможете вести съемку фото или видео на два эти глаза одновременно. При этом алгоритмы камеры на лету склеивают изображение и в итоге мы получаем сферическое видео 360 градусов. Или фото. На самом деле я в съемке 360 почти не разбираюсь и это первый девайс в моих руках с такой возможностью. Но насколько мне известно, обычно камеры 360 записывают сферическое видео без склейки. И на выходе мы имеем вот такую картинку с двух глаз, которую потом необходимо склеивать в специальных программах. Но приложение этого смартфона сразу дает вот такую сферу уже склеенную. И если вы разбираетесь в этой теме, пишите в комментах, хорошо это или на самом деле лучше склеивать самостоятельно. В телефоне можно найти вот такие классные примеры фото 360, но реальность, как обычно, совсем иная. На компе все это выглядит далеко не так круто. Посмотрите, как некачественно склеиваются картинки с обеих камер. Место склейки сразу бросается в глаза, да и детализация снимков так себе. Плюс этот рыбий глаз, который искажает линию горизонта, ну такое. Оно на самом смартфоне смотрится все совсем по-другому. Предустановленная галерея имеет настройки, адаптированные для просмотра видео 360. Например, можно включать или выключать гироскоп, или активировать режим просмотра для очков VR с разделением экрана на две половины под левый и правый глаз. Само изображение представлено в виде сферы, которую можно увеличивать, отдалять и, конечно, прокручивать на 360 градусов. Вообще, такое видео или фото нужно далеко не всем, но поснимать где-то на стадионе, на вершине горы, в путешествии и правда может быть прикольно. Также я знаю, некоторые снимают объекты недвижимости в 360 градусов для презентации или для веб-сайтов, но для этого необходимо высокое качество, которого тут просто нет. На самом деле здесь 4 камеры, помимо двух огромных объективов есть еще и обычная, стандартная фронталочка на 8 мегапикселей и тыльная 13-мегапиксельная камера для обычной съемки, не 360 градусов. Вот так она фотографирует, качество я бы назвал скорее бюджетным и она же умеет снимать видео со стабилизацией в качестве вплоть до 4К. Но если слева от выпуклого глаза объектив обычной камеры, то что за объектив справа, спросите вы, а это и не объектив. Китайцы умудрились интегрировать сюда еще и термометр и это как раз таки его датчик. Прикладываем к нему палец и на экране видим температуру своего тела, вроде работает и вроде даже не фейк. Теперь давайте покажу вам основные характеристики, чтобы понимать, что из себя представляет аппарат именно как смартфон. Процессор 10-ядерный Helio X20, когда-то это был флагманский чип от Mediatek. Оперативной памяти 3 гигабайта, накопитель на 32 дисплей, 5,5 дюйма, Full HD и это не IPS. Матрица, между прочим, AMOLED. 4G-сети работают на бендах 1, 3, 7 и 38, батарея с емкостью 3560 мА и мультиязычная прошивочка на стареньком Android 6. Я думаю, вы понимаете, что никаких обновлений ПО тут не будет, хотя в настройках есть опция для их получения. Естественно, я ставил сюда тестовую сим-карту, проверял связь, все работает, смартфон звонит, в интернет выходит, марки тоже работоспособны, ничего не вылетает. Процессор Helio X20 известен своим горячим нравом, под нагрузками корпус ощутимо нагревается. Понравилось наличие олеофобного слоя на стекле дисплея, но это все такое. Тут главное размеры и его нестандартный и даже страшноватый внешний вид. Когда я баловался камерами этого смартфона, люди невольно обращали на него внимание. Эта балда с двумя огромными лупами моментально приковывает взгляды людей. Знаете, как раньше в древности был цирк уродов, куда люди приходили посмотреть на необычных людей с какими-то физическими отклонениями и тому подобное. И вот перед нами как раз такой уродец в мире смартфонов. Уникальный в своем роде аппарат, конечно, все-таки он умеет делать то, чего не умеют другие смартфоны, но нужны ли кому-то такие способности, да еще при такой внешности. Если бы аппараты со сферическими камерами были бы востребованы, они бы давно заполонили рынок. Но, во-первых, видео и фото 360 широкого применения не нашли. А во-вторых, даже если вам и потребуется такая возможность, вы можете либо купить отдельную камеру на 360 градусов, либо сферическую камеру, которая работает в паре со смартфоном, подключаясь к нему как дополнительный модуль. Да, есть и такие. И не нужно постоянно таскать с собой лупоглазого монстра. Вот такая диковинка из Китая. Надеюсь, вам было интересно для общего развития посмотреть на это чудо-юдо. Буду рад почитать ваши комменты с мнением об этой дичи и вообще, нужна ли вам функция сферической съемки. И на этом закругляюсь, закругляюсь на 360 градусов, но ненадолго. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Группа ВК тоже всегда к вашим услугам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok